На убранных и ухоженных улицах мешки с мусором сразу бросаются в глаза. Результат работы самарцев на городских субботниках до сих пор не тронут. Ситуация в Кировском районе не самая приятная. При объезде улиц складывается впечатление, что районные коммунальщики вообще не заглядывали в эти края. Сами кировчане говорят, что с такой ситуацией сталкиваются регулярно. А как всегда, из года в год, они мешочки собирают, эти мешочки, вот видите, они тогда осенью будут лежать. После субботников встают, видите, вот стоит, вот мусор, вот мусор, вот мусора, а власти нет. Мешки, то есть, остаются они, никто редко убирает их. Из года в год такая ситуация. Да. Проблемы возникают не только у жителей частного сектора. Мешки с мусором после субботников остаются и во дворах многоквартирных домов. Будет ветер и все разнесет. Это не первый раз, в прошлом году вот с той стороны оставляли, там разнесено. Не отстает в плохом смысле и Октябрьский район. Горожане, вышедшие на субботник, свои дворы и улицы почистили и привели в порядок. А напоминают об этом многочисленные мешки с мусором, которые до сих пор не убрали. Жители жалуются, что зачастую не ощущают никакой поддержки от районных властей. Опять их раскидает там ветром или чем-то. И будет то же самое, короче, мусор опять будет лежать на земле. Каждый год остается, их вывозят, они жители. Мало того, вот здесь вот там в прошлом году, когда копали вот эту вот дорогу, там такие вот у горы были земли. Я не знаю, кто их правда вывез, но там все равно земля еще осталась. А мусор сами вывозим. Наши дороги мы тоже делаем своим силам. Всего по Самаре больше сотни адресов, где мешки с мусором, собранные на субботниках, все еще не вывезли. Больше всего граждан расстраивает, что их усилия могут оказаться напрасными. Ведь жить в чистоте хочется всем. Андрей Грагуленко, Максим Гусев, Константин Головин. События.